Несмотря на визит областного и районного начальства, шлагбаум поднимать никто не спешит. Всем приходится буквально протискиваться через небольшой проход. Гостям, среди которых в том числе представители СМИ и общественники, здесь явно не рады. Первый заместитель министра экологии и природопользования Подмосковья Павел Кириллов заверяет представителя предприятия, что никто беспорядков чинить не будет. Мы не собираемся у вас здесь лазить по крышам в чердакам подвалов, но территорию... Пожалуйста, только организованно, хорошо, не ходите, пожалуйста, вы никуда без меня, ладно? Конечно, ну пойдемте проведите нас. Пойдемте, походим. Впрочем, идти далеко не пришлось. Величественная гора мусора высотой более 10 метров возвышается недалеко от въезда на предприятие «Экотранс». История эта тянется давно, но активная работа по перевозке мусора на полигон началась после того, как ее отметили на интерактивной карте свалок неравнодушные граждане. На карте свалок портала ОНФ не так давно было достаточно большое количество этих точек отмечено. Мы уже выезжали на территорию Ленинского района, он находился в красной зоне. И вот сегодня в связи с тем, что продолжают оставаться проблемные места, выехали повторно. Руководство мусоровывозящей компании объясняет появление мусорной горы сугубо экономическими причинами. Например, жители, прежде всего частных домов, платят за услуги компании не всегда вовремя и не в полном объеме. Кроме того, произошло повышение стоимости вывоза мусора, при том, что тарифы для населения не изменились. Тариф еще достаточно низкий. Я понимаю и совет депутатов, и руководители муниципалитета района о том, что, конечно, для жителей не очень удобно увеличение тарифов. Но я думаю, еще более неудобная для них вот эта свалка, которая находится почти в черте города. Надо отметить, что тарифы на перевозку мусора действительно постоянно повышаются. Это связано с тем, что ресурсы мусороперерабатывающей отрасли, в том числе полигонов по захоронению отходов в Подмосковье, постоянно сокращаются. В этом году закрыто три полигона, еще один будет закрыт до 1 октября. Соответственно, увеличивается расстояние до ближайших мест утилизации мусора, что влияет на логистику и стоимость перевозок. Необходимо все свое время корректировать, перезаключать договора. Допустить мусорный коллапс на территории муниципального образования, конечно же, никто не позволит, это недопустимо. Но вопросы экономические, они должны параллельно решаться. Необходимо корректировать контракты, стоимость, в случае необходимости их перезаключать. Сергей Филиппов, заместитель начальника управления ЖКХ Ленинского района, заверил членам комиссии, что эта свалка будет устранена в течение месяца. Работа здесь ведется практически круглосуточно и ударными темпами. По этому объекту составлен план, график вывоза мусора. Работа происходит в две смены. В сутки порядка 1800 кубов вывозят. Если проблема не будет решена в озвученные сроки, деятельность компании будет приостановлена, а исправлять ситуацию доверят какой-либо другой организации. Благо, на территории Подмосковья мусоровывозящих компаний более 200. Выбор есть. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.